Если здесь есть девушки, кто не замужнее, тоже учтите себе на будущее. Это очень важный момент в нашей жизни для женщин. И сейчас возникнет вопрос, как же мы все-таки должны относиться к мужу? Какая же роль? Как мы ее должны выполнять? Ведь так хочется это спросить у меня, и у меня есть ответы на это. Нельзя, я по пунктам разложу, коротко, чтобы было, нельзя делать мужу замечание, нельзя ему перечить, нельзя ему говорить всякие те слова, от которых он будет недоволен. Нельзя его упрекать. Ведь мы знаем, что здесь, на этом свете, не бывает всегда счастливых моментов, всегда счастья у человека в жизни не бывает. Какие-то беды тоже у нас встречаются на пути. И чтобы эти беды пройти, мы должны терпение проявлять. И вот так же мы должны проявлять терпение, конечно же, к своему мужу. Ведь то, что видит муж от нас, это не видит никто другой. Не видит ваш брат, не видит ваш отец, ваша мать, никто не видит то, что между мужем и женой бывает, то, что они знают друг о друге. Ведь так? На самом деле это так. И вот это маленькое толико терпения, а терпение женщины, как я знаю, и по себе судя, заключается в том, чуть-чуть обуздать свой язык. Вот этот не конь, который хочет вперед скакать, и мужа задавить там со своими спорами. Нет, чуть-чуть уздечку на него надеть. Это нам дает что? Это нам дает иман. Вера. Вера в Аллаха, вера и так далее. Вообще вера в Всевышний, он дает нам это. Даже говорит, большие ученые говорят, даже если муж заставит вас, скажет вам, возьми камни, большие глыбы камней, поставь на свою спину и с одной горы на другую таскай, просто так. Просто. Без дела. Вы должны это взять и таскать. Это наша обязанность. Я тоже это должна так же сделать. Это на самом деле так. Если, говорит, о, мужа из носа кровь и гной идет, говорит, жена этим языком почистит, говорит, это малое, что она для мужа сделала, говорит. Если, говорит, у жены одна рука вареная будет, другая жареная будет, и она будет исполнять повеление мужа, пусть считает тоже это малым. Сейчас многих, наверное, возник. Вах, как так можно? Он мне всю жизнь испортил и так далее. Он мне туфли, платья не купил. Нет. Он для нас делает все. На самом деле муж делает все. Что он делает нам и как он нас терпит, никто не терпит. Нас из дома тоже отдают. Ведь так? Пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям, сказал, если женщина будет соблюдать пост в месяц Амазан, совершать намаз, выполнять фарзы, которые предписаны в исламе, хранить свою честь и подчиняться мужу, то ей обещан рай. Ведь так легко. В одну руку ислам, в другую руку мужа и вперед в рай. Это легко. Для нас легко. Это нам такая, женщинам такая поблажка. Хочу еще такой пункт отметить, то, что мы, женщины, много даем проклятий. Это на самом деле так бывает. Эти проклятия мы должны придержать тоже. Ведь когда пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям, совершал миарач, это вознесение на небеса, там он встретился со Всевышним, тогда нам был предписан пятикратный намаз, если кто не знает. Там ему показали рай и ад. И когда ему показали ад, асхабы его спросили, кого ты там увидел? Он сказал, там было большинство женщин, то есть нас. Почему у него спросили? Он сказал, они много делают проклятий. Что такое проклятие? Я такой маленький пример тоже из жизни пророка Мухаммада, алейсаляту ассалям, для вас приведу. Ведь нету для нас другого примера. Он для нас единственный пример должен быть. Хочу привести, когда, говорит, асхабы вместе с пророком на верблюдах отправились в путь, у одного асхаба верблюд не слышался его. Ни в какую он не идет. Как бы он его ни бил, как бы он его, что бы он ему ни говорил, вот на месте встал он. И тогда асхаб этому верблюду, говорит, сказал, вот ты проклят, говорит, сказал. Пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям, не разрешил больше асхабам, и ему тоже сказал, чтобы он слез с этого верблюда. Его, этого верблюда, обходили люди стороной. Никто больше на нем не ездил. А вы представляете, если мы на своего мужа дадим проклятие, сделаем, проклянем его, ангелы будут возле этого человека. Не будут. А ведь от этого человека у нас дети. Какое же потомство будет от того, на кого мы послали проклятие? Сами задумайтесь над этим. Итак, я хочу сказать еще один пункт. Если я удлиняюсь, извините, пожалуйста, это очень важный момент. Нужно улыбаться и ласково, нежно разговаривать со своим мужем. Никогда он вас зовет, или кто-то. Что тебе надо? Так отвечать не надо. Нельзя. Не то, что не надо, это нельзя. Да, милый. Да, дорогой. Лицо тоже изменить. Улыбнуться. Это так легко. А ведь за это, если вы просто улыбнетесь лицом мужа, вам вознаграждения неимоверные будут на том свете. Хадис пророка Мухаммада алейсалату ассалям гласит Какая бы женщина не была, которая вредит своим языком, То есть Аллах сделает ее язык в размере 70 локтей и завернет ее вокруг шеи. 70 локтей, знаете, что такое? Зира — это вот один расстояние. 50 сантиметров там бывает. 70 пополам делаем 35 метров язык ваш удлинит на том свете Всевышний Аллах. И мой тоже, если я это делаю, если я мужу плохо своим языком делаю, вокруг шеи обернет, там нас мозг сирата тоже ждет. Как мы его будем проходить, я не знаю. Если вы знаете мне, скажите, может. Невозможно это. Еще хочу рассказать, чуть-чуть смягчить ваше сердце, чтобы вы не подумали, о, в исламе все так, все там, язык завернется, у нас нельзя, нет. В исламе вознаграждений очень много бывает, и женщинам очень легко там тоже бывает. Например, я хочу рассказать вам одну историю. Когда, говорят, райские люди, говорят, соберутся на своей площади, в раю, а ведь они там тоже общаются, как мы здесь, между собой общаемся, так же они встречаются там. И на большой площади, говорят, в раю, они соберутся, будут общаться, и вдруг откуда-то, говорят, свет появится, говорят, в небесах, да, в их небесах, райских небесах. Они увидят этот мор и подумают, это Всевышний Аллах. Ведь в раю обещана встреча со Всевышним. Увидим мы там его, иншаллах. И, говорит, они посмотрят туда, и райские люди скажут, о, Аллах, уже подумают, что это Всевышний. И голос возгласит, говорит, это не Всевышний Аллах, это вознаграждение той женщины, которая на этом дуниале, на этом свете, просто улыбнулась в лицо мужа. Просто улыбнулась. Как легко, да? Какое же вознаграждение большое. Сейчас я хочу сказать, что это все, то, что я вам сейчас перечислила, это маленькая толика, это большой раздел науки, я вам только каплю из него привела. Хочу сказать, это тоже не мои слова, это все говорил наш пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям. Он к нам это донес. Кто такой пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям? Это человек, когда в судный день, говорит, мы все станем там, все до единого, кто первый, а до последнего самого человека. В судном дне, когда нам покажут ужас ада и рая, наши белки, белки наших глаз станут синими от ужасов, того, что там будет происходить. Представьте, мы все будем, говорит, стоять и бояться. И говорить, на все, на все, на все, ой я, ой я, что со мной будет? И один пророк Мухаммад, алейсаляту ассалям, будет в тот момент говорить, ума ти, ума ти, ума ти, о моя ума, о моя ума. Вот так он переживает за нас. И здесь он переживал, и там он будет за нас переживать. Дай Аллах, чтобы мы все поняли, что здесь говорилось мною, чтобы мы все это соблюдали. Аминь, Аллах.